Лучшая защита от нападения это внимательность. Чтобы отдых на природе в майские праздники не был омрачен незапланированным визитом в травмпункт, не стоит в суете забывать про опасность, которая в буквальном смысле слова находится под ногами. Речь идет о клещах, которые с приходом весны активизировались и за первые майские праздники уже искусали в Тверской области 173 человека, 55 из них дети. Согласно данным Роспотребнадзора, с начала сезона за медпомощью обратились 307 искусственных клещами граждан, из них 108 дети. Только около половины случаев пришлись на первомайские праздники, которые горожане предпочитают проводить на природе или на даче. Причем такие мероприятия зачастую планируются с участием детей и даже братьев наших меньших. При выезде за город из Тар-Имал должен помнить, что в любой момент может стать жертвой кровососущих паразитов. Маленький клещ может обернуться большими проблемами со здоровьем. Эти паукообразные переносчики опасных инфекций – бролиоза и энцефалита. В апреле жители Тверской области наблюдали нашествие клещей. Четыре штуки на одной травинке. В конце апреля и начале мая у клещей рост активности. Комфортные условия для них влажность и температура воздуха в районе плюс 20 градусов. А потому сейчас самое время включать внимательность. Обращать внимание на состояние своих кожных покровов, чтобы там не было клещей. Одежду осматривать уже стоит. Особенно если вы прошли по траве, где-то были в лесу. Особенно если вы были в лиственных лесах. Это осиновые леса, это липовые леса. Клещи в большем количестве встречаются именно там. Там есть животные, которые являются их промежуточными хозяевами. Вполне комфортно они себя чувствуют даже на дачных участках. Сады и огороды дачникам советуют обрабатывать специальными жидкостями. А собираясь в леса, место обитания клещей необходимо правильно одеваться. Важно ограничить доступ к телу. Паукообразный может блуждать по человеку в поисках лакомого места 3-4 часа. Еще один способ защиты – отпугивающий спрей от насекомых. Но срок их действия всего несколько часов. Роспотребнадзор Потверской области напоминает, в случае присасывания клеща необходимо обратиться за медицинской помощью. Вначале в травмпункт для его удаления, а затем успевшую насытиться ойсоб необходимо сдать в лабораторию для исследования на наличие инфекций на Дарвина-13. Анализ делают также в ряде коммерческих клиник. К тому же специалисты советуют внимательно осматривать животных. Они могут принести домой на себе с десяток кровососущих паразитов.